О, привет Никисонька! Привет, моя хорошая! Ну что, рожать не собираешься? Можешь не мил быть, Никиса, в этот раз ты меня не проведешь. Давай я тебя полоскаю, и на этом ты успокоишься. Ну ты нахалка, Никиса. Ты думаешь, мне больше дела нету, только тебя гладить? И я есть хочу. Если хочешь, пойдем со мной, я и тебя забуду, храню. Не хочешь? Ну как хочешь. Интересно, все беременные кошки такие капризные? Ну вот что, что она сейчас хочет? Ну, Никиса, чего ты хочешь? Ну хорошо, хорошо. Давай я тебя на руках подержу, понянчаю. Давай, моя золотая кисонька. Идем. Ну и хитрый же ты, Никиса. Значит, ты просто хочешь, чтобы тебя на руках держал, да? Ну ладно тебе, Никиса. Ты знаешь, что ты мне делаешь? И я есть хочу. И уроки надо мне сделать. Давай ты вот так вот на диване полежишь. Не кисонька, девочка моя. Ой, ну хорошо, хорошо. Сейчас я тебе домик принесу. Ты туда ляжешь и будешь спать. Музыка. 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 Никиса, вот твой домик. Музыка. Тебе нужно к домику привыкать. Ведь ты там можешь с котятками жить. Я ведь именно для этого этот домик и купил тебе. Давай, Никисонька. Давай, ну зайди же в домик. Вот, вот, молодец, молодец. Молодец, Никиса. Ну вот, лежи и спи. Да что тебе нужно? Ты помнишь, как в прошлый раз меня напугало? О, господи, Никиса, ну чего ты хочешь? Слушай, а можешь тебя в духовку посадить? Тебе уж там вроде понравилось, целую ночь просидела. Ну давай, Никиса, я посажу в духовку. Только, пожалуйста, успокойся. И на этот раз духовку закрывать не будем. В открытой ты сидишь. Ну вот, Никиса, сейчас я в духовку посажу. Сейчас, стой. Откроем ее. Так, 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 так. Все, давай, заходи. Ну что, нравится, Никисин? Ну давай. Ну теперь и поесть можно. Фух. Никиска, а ты помнишь, как ты там всю ночь просидела? Ну почему ты мяукаешь? Что тебе надо? Никиса, по-моему, ты просто капризничаешь. Давай-ка вылезай, я тебя сейчас покормлю. Никиса. О, давайте мясо дам. Хочешь мясо? Никиса. Вот. Мясо тебе. Мешь, пожалуйста. Мешь, моя кислка. Ну почему ты мяукаешь? Ой, Никиса, ты вырвала. Тебе что, действительно плохо? Ой-ой-ой, что же делать? Ну почему тебе стало плохо именно тогда, когда дома никого нету? Никисинка, я сейчас с мамой позвоню. Вот это номер! Мама недоступна! Ой, Никиса, как тебе помочь? Никогда не думала, что с беременной кошкой столько проблем. Никиса! Ты опять вырвала! Ой, Никисинка, что же с тобой, моя девочка? Ну, потерпи. Сейчас все вытрем. Боже мой! Ну что же происходит с тобой? Ну ладно, ладно, потерпи. Может, тебе мама сегодня поможет? Ой, не знаю, дома никого еще нету. Ой, мамочка, пожалуйста, мамуренька, ответь. Недоступна! Недоступна! Так, Коля, спокойно. Думай, думай, думай. Мама, мама, недоступна. Никису рвет. Рожает она или не рожает, непонятно. Никиса. Никиса, дай-ка его животик потрогаю. Никиса! Да у тебя в животе все котята швелятся. Так и крутятся. Так и крутятся. Теперь мне все понятно. У тебя начались роды. А сама ты родить не можешь. Тебе надо делать операцию. Кестерево-сечение называется. Так, звоню в ветеринарную клинику. Алло, алло, ветеринарная клиника? Да. Здравствуйте, вы доктор? Да, здравствуйте. Что у вас случилось? У моей кошки проблема. Она беременная и должна вот-вот родить. Она даже, можно уже сказать, начала рожать, но сама не может. Ей нужно срочно сделать операцию. Кестерево-сечение называется. Молодой человек, успокойтесь. Понимаете, дома никого нет. Кошка беременная. Она рожает, ее тошнит и она мяукает. Беременная. Беременная. Рожает. Ничего страшного не происходит. Как это ничего страшного? А почему ее тошнит? О, я вспомнил. Мне мама говорила, что Некиса, ну, это так ее кошку зовут, может родить в любой момент. Она даже должна была уже вчера родить. В общем, беда. Пожалуйста, приезжайте. Запишите адрес. Улица Солнечная, дом 18. Записали? Да. А вы когда приедете? Скоро? Ой-ой-ой, ей кажется, опять плохо. Приеду, приеду. Не волнуйтесь. Некиса, потерпи миленько. Скоро доктор приедет и сделает тебе операцию. Ты не бойся, это не больно. Ты заснешь, а когда проснешься, у тебя уже будут котятки. О, твой животик прям страшно трогать. Там твои котятки так и хотят вылезти. Так и крутятся, так и вертятся. Продолжение следует... О, и столько времени его нету. Ну как, да, что принято на доктора? О, пришел. Ну, наконец-то приехал. Заходите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ой, как вы тут поехали? Ну, проходите, проходите. Вот там моя окошечка. Ну, рассказывайте, что у вас произошло? Проходите, доктор. Раздевайтесь. Вот, можно вот здесь. Давайте я вам помогу. Я вам сейчас кошек покажу. Пятая вот сюда вот может. Угу. Вот она, бедная, лежит. А котятки в ней так и бьются, так и бьются. Бедная. Не может сама родить. Спокойно, спокойно. Сейчас посмотрю. Давайте я ее на стол положу. Вам так будет удобнее ее осматривать. И кисонька. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Вот, ложись, моя кисонька. Хорошая моя. Да не волнуйся ты так, пока я не вижу ничего страшного. С чего это ты взял, что она рожает? Да как же так? Она мяукает, ее рвет и котятки швелятся. Вот, вы подрогайте лучше. Чувствуете? Они так и швелятся. Сейчас родятся уже. Но без кисрьево сечения она не сможет родить. Ну ты, парень, специалист. Хорошо, хоть ты сам не сделай кисрьевое сечение. С твоей кошкой все нормально. А ты что, расстроился, что ли? Я же тебе говорю, что с кошкой все хорошо. Она, что ли, не рожает? Нет, не рожает. Но скоро родит. Я сейчас ей сделаю укол. Зачем укол? Это просто витамины. Не бойся, не бойся. Ей не будет больно. Вот и все. А операцию не будете делать? Успокойся. Не паникуй. Сама кошка скоро родит. Спасибо вам огромное, доктор. Я так волновался, так волновался. И как раз у мамы еще дома нету. Ой, я прям не знал, что делать. Ой, доктор, а курку? Не переживай. Все будет хорошо. Не киса. Ну когда же ты родишь наконец? Я с тобой с ума сойду.